Здравствуйте, дорогие телезрители! Добрый день! Сегодня мы вам расскажем о кембрийском периоде, то есть начале палеозойской эры. Но сначала мы хотели бы закончить наш рассказ о так называемой идиокарской фауне. Да, то есть о фауне, первой фауне многоклеточных животных, которая была найдена в местечке идиокар, и которая, в общем-то, была своеобразной вехой в палеонтологии, когда были, наверное, первые дофанерозойские многоклеточные животные. Нужно сказать, что эти многоклеточные животные были очень своеобразного вида, и они не имели скелета никакого, они были мягкотелыми. Совершенно верно. И вот анализ этой идиокарской фауны показал, что были разные взгляды на дальнейшую судьбу этой идиокарской фауны. То есть некоторые исследователи считали, что, допустим, червеобразные животные, которые были, внешне напоминали, допустим, кольчатых или круглых червей, дали начало в дальнейшем круглым червям или кольчатым червям, уже более сложно устроенным, которое известно уже после Кембрия. Также считалось, что многие животные, похожие внешне на морские перья, дали начало современным, допустим, либо иглокожим, либо каким-то другим организмам. Но впоследствии защитники вот такой гипотезы преемственности современных животных идиокарской фауны постепенно сдавали одну позицию за другой. И в результате оказалось, что по всей вероятности все представители идиокарской фауны вымерли, не дав никакого дальнейшей ветви, эволюционной ветви, приведшей к современным животным. То есть идиокарская фауна бесследно исчезла? Да, скорее всего, идиокарская фауна бесследно исчезла. И это доказывает то, что идиокарские животные все-таки отличались от животных, существующих ныне. В частности, у них была очень своеобразная скользящая симметрия, которая больше не встречается ни в одних других современно живущих организмах. Она выражалась тем, что при билатеральной симметрии, которая была присуща идиокарским животным, или радиальной симметрии, которая также была им присуща, был своеобразный сдвиг, небольшой сдвиг, как, например, существует сдвиг в метамерии миомеров ланцетника. Точно такой же сдвиг вот этой симметрии существовал и у идиокарских животных. В настоящее время такой плоскостной симметричный сдвиг практически не встречается у других представителей современных фаун и других вымерших фаун. И поэтому это один из аргументов, говорящих о том, что идиокарские животные, скорее всего, вымерли, не оставив вот такое продолжение эволюционного. За исключением одной группы. Это животные, очень внешне напоминающие губок, которые были известны из фауны идиокара. И, как ни странно, при исследовании останков этих животных находили большое скопление такого вещества, как ванадий. То есть это говорит о том, что, естественно, эти животные дали начало ассидиям. Да, из всех современных животных, то именно ассидии известны накопления ванадиям. Именно ассидии, да, как раз накапливают ванадии, и их даже могли, можно использовать именно для этих целей. Совершенно верно. И по одной из гипотез, значит, из идиокарских фауны остались только ассидии, которые продолжили свое существование и выжили, вполне вероятно, только благодаря своему такому прикрепленному образу жизни. И в таком случае, если это предположение верно, то мы с вами можем считать, что мы с вами имеем предков из идиокарской фауны. Потому что, как известно, ассидии – это одни из предков, точнее, входят, скажем так, в эволюционную ветвь хордовых животных. И именно личинки ассидий ассоциируются у нас как с некими предками хордовых животных. И в дальнейшем, как мы знаем, эволюция хордов привела к появлению сначала позвоночных, потом, соответственно, уже млекопитающих, и как некая вершина эволюции человека. Поэтому, по одной из предположений, мы являемся прямыми потомками идиокарских животных. Ну, нужно еще отметить, что идиокарская фауна была приурочена к определенным местам. То есть, кроме многокличных животных, относящихся к идиокарской фауне, существовали еще и другие многокличные животные. Совершенно верно. Ну, нужно сказать, что если мы будем говорить о теме нашей сегодняшней лекции, то как раз тема нашей сегодняшней лекции называется так называемый «Кембрийский взрыв». Что это означает? Это означает то, что именно в «Кембрии» появляется огромное количество разнообразных животных, большинство из которых одеты в так называемый скелет. Да, и если мы посмотрим, точнее, если бы, например, неподготовленные исследователи стали бы изучать отложения осадочных пород на поверхности Земли, то, в принципе, можно было бы прийти к выводу, что именно в «Кембрии» происходит появление всех основных групп современных животных. Давайте как раз обратим внимание на этот слайд, где вот и показано. Да, мы видим, что если мы посмотрим вот такой график, который отражает число семейств фауны Земли, которые существуют, то мы видим, что кембрийская фауна, сначала практически ничего нету, и кембрийская фауна, которая вот здесь показана в самом низу, действительно сразу дает колоссальный, практически с нуля, дает колоссальный всплеск и колоссальный рост числа семейств, и большая часть из этих семейств доживает до сегодняшнего времени в виде иногда процветающих групп, а иногда и таких реликтовых форм, которые остались единицей, которых называем живые ископаемые. Но нужно сказать, еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что кембрийский взрыв, в принципе так, название нашей лекции связано с большим разнообразием видов, но кроме этого появление не скелетов, причем скелет может быть совершенно различный у разных групп, например, от гибких и членистых хитиновых панцирей, членистоногих, до монолитных и звездковых раковин моллюсков и плеченогих. Ну и существуют, естественно, разные предположения насчет того, почему возник скелет в данном случае. Да, тут надо еще сказать о том, что скелетом одеваются не только крупные животные, но и скелетом покрываются и одноклеточные формы. Например, именно из Кембрия известны форминифиры и радиолярии, это одноклеточные саркодовые животные, которые имеют узездковый скелет. И, естественно, мы можем говорить о том, что вот эта скелетизация, которая происходит в Кембрии, имела глобальный характер и охватывала все разнообразие жизненных форм, существующих на планете. Ну, было высказано, еще раз хочу подчеркнуть, ряд предположений, одно из которых связано в первую очередь с изменением гидрохимического состава водной среды. Соответственно, наличие определенных ионов, которые могли стимулировать так называемое скелетообразование. Совершенно верно. Но эта гипотеза не подтвердилась, так как наличие фосфорита в осадочных породах никак не могло привести к образованию такого разнообразия скелетов, как это происходит в Кембрийском периоде. То есть, эта гипотеза, в общем-то, не имела предположения, так как, например, скелет, допустим, членистоногих состоит из такого вещества, которое носит название хитин. Это вещество, относящееся к веществам... А? То есть, оно имеет белковое происхождение? Нет, оно имеет происхождение углеводное, но там имеется азотный компонент. И получается, что его называют иногда вещество, близкое к полисахаридам. Но, тем не менее, оно не имеет никакого отношения к фосфоритам непосредственно. Вот. И то же самое наличие кремниевой раковины. То есть, опять-таки, никак не связано с отложением фосфоритов и так далее. Ну, с другой стороны, возникла еще одна гипотеза, которая возникает тогда, когда сложно объяснить какое-то явление. Это гипотеза, так называемая, мутационного взрыва, что в это время вблизи... В это время увеличилась интенсивность радиации. То есть, солнечная инсуляция. Да, солнечная радиация. В связи с тем, что в результате вспышки сверхновой звезды на довольно близком расстоянии от Солнца. Естественно, в общем-то, возникли различные мутации. И вот одна из мутаций привела к образованию скелетных форм. Но, опять-таки, эта гипотеза не выдержала критики, так как в то время не было вспышки сверхновой звезды. Это, во-первых... И вот этой вспышки мутогенеза совершенно... В последовательности тоже не было. Да, вспышки мутогенеза не было. А кроме этого, в общем-то, известно, что довольно, так скажем, как правило, сильные мутации, да, они, как правило, являются летальными. То есть такие вот. Обычно эволюционный процесс строится на каких-то мелких мутациях, которые не имеют такого летального... Не имеют летального характера, так скажем. Ну, здесь есть ряд воззрений по этому поводу. Одна из очень популярных в конце XX века гипотез, эволюционных гипотез, почти эволюционных теорий, я бы сказала так, которая носит название сальтоцианизм, она как раз и строится на своеобразных крупных системных мутациях, которые приводят сразу к выводу определенной группы живых организмов на совершенно новую адаптационную зону. И по мнению ряда исследователей, как раз кембрийский взрыв является следствием вот такой вот системной мутации, приведшей к такому своеобразному, к такому сальту, такой вот сальтации перехода на принципиально новый уровень организации. В принципе, здесь мы говорить о том, что была ли вот такая системная мутация, не было такой системной мутации, достаточно сложно, потому что, естественно, мы не можем полностью на 100% реконструировать сами процессы, происходящие в то время, в кембрийском периоде. Но, как правило, все-таки крупные мутации, это все-таки летальные мутации. Крупные мутации, естественно, они летальные, подсистемные мутации, подразумеваются не крупные мутации, а мутации, выводящие животное или там живой организм на принципиально новый уровень организации. И она вполне может быть одна, и если она удачная, то она, соответственно, приводит к выходу на новый адаптационный уровень. Поэтому здесь оставим это дело для специалистов-эволюционистов, в которых нет единого мнения по поводу, соответственно, вот таких вот эволюционных изменений. И обзор этих эволюционных гипотез, наверное, занял бы ни одну программу, ни одну передачу, и отражает всего лишь навсего воззрение определенных ученых на проблему, соответственно, с той или иной степенью проработанности аргументации. Но в большинстве случаев ученые все-таки сходятся на той гипотезе, но, в общем-то, довольно выгодно отличающейся гипотезе от других, выдвинутой в 60-е годы, которая объясняет многие важнейшие события в ходе до кембрийской и после кембрийской эволюции, а также на рубеже криптозои и фонерозои, опираясь на закономерные изменения условий в средеобитания древних организмов. Эта гипотеза связывает развитие жизни на Земле с изменением содержания кислорода в нашей непосредственно земной атмосфере. Да, поэтому мы, наверное, рассмотрим вот те условия, которые сложились на момент формирования, точнее, появления вот этого кембрийского всплеска скелетных форм и попытаемся проанализировать. В данном случае мы всего лишь на все сопоставим те биологические, геохимические процессы, которые существовали в докембрии и попытаемся понять, каким же образом, точнее, что явилось предпосылкой для возникновения вот этого большого разнообразия скелетных форм и вообще всплеска самого видообразования, который мы наблюдаем в кембрийском периоде. Ну, нужно сказать, что по расчетам так называемой точки Пастера в эволюции атмосферы была пройдена примерно 620 миллионов лет тому назад. По расчетам других исследователей это может быть даже и несколько раньше, от 700 до 1000 миллионов лет тому назад. Вот. Ну, в общем-то, в этом ученые видят ключ, так скажем, к решению загадки так называемого вот этого кембрийского взрыва. Форма образования в эволюции организмов, который последовал за достижением точки Пастера в атмосфере. Ну, и логически вытекают из этого события. Ну, если мы посмотрим на то, что происходило в морях до Кембрии, то, как мы говорили уже на прошлой лекции, то ситуация была превзрена в наземной среде, то есть на суше практически не было жизни, соответственно, не было никаких растений, поэтому все время происходил плоскостной смыв всевозможных, соответственно, осадочных пород, всевозможные взвеси. Происходил вот этот весь смыв, уходил в моря. Причем он уходил не так, каким образом сейчас он происходит по руслам рек, а по северности это было такое повсеместное явление. И существует предположение, что моря того времени, особенно прибрежная зона морей, была чрезвычайно сильно замутнена. То есть там присутствовала такая своеобразная взвесь веществ, которая, естественно, препятствовала развитию бентосной, то есть придонной фауны. И по предположению ряда исследователей, как раз в этот момент происходит, скажем, стабилизация самой экосистемы, и планктонные животные, и растения фитопланктонные, и зоопланктонные, которые существовали на тот момент, они постепенно начали, появилась возможность, и появился способ переработки вот этой органики, висящей в верхних слоях мирового океана, то есть даже не мирового океана, а прибрежной зоны, и транспорты его на дно. И таким образом, да, а надо сказать, что если верхние слои сильно замутнены, и, соответственно, не прогревается вода, то образуется верхний слой, непосредственно обогащенный кислородом, он чрезвычайно небольшой, дальше идет так называемый термоклин, и дальше идет уже, соответственно, слой, который холодный и не богат кислородом. То есть получается, что эти организмы очищали воду от взвесей? Они очищали воду от взвесей, и таким образом насыщали воду, давали воде возможность насыщаться кислородом, и постепенно вот этот термоклин, который определяет на тот момент определение развития жизни, он постепенно спускался вниз, и зона, где жизнь могла существовать, она как бы достигла дна, и появилась возможность образования уже придонных форм у жизни. То есть получается, что эти организмы выполняли роль фильтраторов, они были подобны устречным банкам? Совершенно верно. Они выполняли именно такую функцию, и, соответственно, если в настоящее время Мировой океан уже тоже достаточно прозрачен, несмотря на то, что достаточно большое количество всевозможных веществ осаждается на поверхность воды, и в очистке Мирового океана играет роль не только, допустим, те же самые двустворчатые моллюски, о которых вы тоже просто сказали, но и животные, входящие в состав планктона, которые потребляют осадки, выпадающие из атмосферы, или выпадающие со стоком воды, и при помощи так называемой пеллетной транспортировки отправляют эту органику на дно, где, соответственно, происходит ее накопление, и в результате вот этого появления, вот этого процесса транспортировки органики с верхних слоев вниз, за счет вот этих фекальных пеллет, так называемых, внизу, на дне образовалась среда обитания, образовался органический слой, который, в общем-то, уже стал, его стала возможность каким-то образом потреблять, поедать его, и, соответственно, появилась возможность существования придонных форм жизни. Так, ну, здесь еще раз показана непосредственно кембрийская фауна, кембрийский взрыв, по сравнению, в общем-то, с докембрийской эпохой, в общем-то, количество животных довольно здесь велико. Но нужно сказать, что, если мы обратим внимание, опять-таки, на кембрийских организмов, что основу тогдашних экосистем составляли, в общем-то, водоросли, которые, строившие небольшие известковые постройки, которые носят название биогермы, и чрезвычайно любопытные, как считалась вымершая группа организмов, которые носят название архиоциаты. Ну, вот, а на этом слайде у нас представлены непосредственно окаменелости кембрия. Ну, здесь самые разные, видите, и моллюски, и остатки каких-то других живых организмов. Видите, появляются моллюски самых разнообразных форм. То есть мы видим, что, допустим, разнообразие моллюсков, уже современно существующее, уже появилось и начало формироваться во время кембрийского периода. Ну, в данном слайде представлена непосредственно фауна раннего кембрия. Здесь видны различные представители, которые находились в данное историческое время. И как раз вот справа мы видим непосредственно таких вот разветвленных, как раз и есть такие разветвленные архиоциаты. Да, ну, это вот здесь разрез такого кембрийского, раннекембрийского рифа. Действительно, в центре и по краям изображены архиоциаты. Это очень своеобразные животные, которые по своему внешнему облику очень напоминали современных губок. То есть у них тоже был центральный сифон, через который, значит, вода циркулировала внутри этого животного. И это животное вело прикрепленный образ жизни и было фильтратором. Но нужно сказать, что вот здесь они представлены более конкретно. И действительно, они представляли из себя такие небольшие, прикрепленные ко дну бокалы с двухслойной стенкой. Диаметр архиоциата колебался от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, хотя в Сибири, например, были найдены исполинские формы размером до полутора метров. Но, как вот тут правильно сказали, что, в общем-то, в последнее время почти все исследователи согласны с тем, что их следует относить к губкам. Но очень интересно и то, что вся геологическая история архиоциата укладывается в крохотные по геологическим методам интервалы, именно в 15-20 миллионов лет. Случай совершенно уникальный. Уже во второй половине Кембрия архиоциат не стало, хотя это изначально довольно процветающая группа в начале Кембрия. И можно сказать, что на смену архиоциата никто не приходит. То есть, получается, у них, с одной стороны, не было определенных конкурентов, которые могли их как-то отодвинуть. И получается так, что они создают такое впечатление, что они эксплуатировали какой-то природный ресурс, и по мере его исчерпания исчезали и группа архиоциата. Да, но в последнее десятилетие было найдено очень интересное животное, которое получило название Вальцетия. Это глубоководное животное, обитающее в Тихом океане, которое, в общем, по мнению большинства исследователей, было отнесено к вот тем вымершим архиоциатам. То есть, таким образом, Вальцетия пополнила собой ряды древних реликтов на еду с кистеперыми рыбами и гинго. То есть, в данном случае, это Вальцетия, это тот самый древний архиоциат, который дожил с кембрийского периода до наших дней и сохранился в виде всего лишь нашего единственного вида. Ну, нужно сказать, что когда закончилось время архиоциата, архиоциат, наступило время так называемых трилобитов. Можно сказать, что трилобиты были подлинными хозяинами кембрийских морей. Они зарывались в толщу осадков, ползали по морскому дну, бороздили темные океанические глубины и плавали в верхних слоях морей, пронизанных солнечным светом. Как раз вот здесь представлен трилобит. В середине непосредственно. В основном они были дотритафагами, то есть они поедали останки мертвых животных. Но среди них встречались и хищники, но об этом будем говорить несколько позже. Крупнейшие из трилобитов достигали длину свыше 70 сантиметров, а самые маленькие из трилобитов не достигали и сантиметра. Трилобиты внешне похожи на современных королевских крабов, мечехвостов или их дальних родственников. Само название трилобита означает трехчленные. Их пантер состоял из трех секций. Центральной или осевой, и двух сплюснутых, боковых по обе стороны. Но нужно сказать, что большинство трилобитов имели щитовидный головной отдел, гибкий торг, стой среднюю часть, из сочлененных схеметов и плоских хвостов, часто и вытянутый длинный хвостовой шип. Но нужно сказать, что попадается ископаемый трилобит и свернувшийся в клубок подобным акрицам. Возможно, таким образом они защищались от врагов. Ну и трилобиты демонстрируют тот самый тезис, о котором мы говорили немножко ранее, о том, что благодаря очистке воды и способу перевода органики на дно появилась новая экологическая среда, как раз для детритофагов, то есть животных, которые могут питаться вновь появившимся ресурсом, то есть теми самыми органическими остатками, которые как дождь сыпятся сверху и оседают на дне. И как раз появление трилобитов, переработчиков вот этого детритового опада, который поступает из верхних слоев Мирового океана, как раз и демонстрирует то, что, соответственно, вот именно этот ресурс и дал возможность формирования такой уникальной кембрийской фауны. То есть, в принципе, можно сказать, что изначально трилобиты были детритофагами. А потом они уже, можно сказать, пришли к хищничеству. Они могли, да, перейти к другому образу жизни, но большая часть трилобитов все-таки детритофаги. И трилобиты – это чрезвычайно интересная, очень распространенная группа беспозвоночных животных, которая играет очень важную роль и при определении возрастка каких-либо пород, потому что, так как это была одна из ведущих групп животных, они встречаются повсеместно, и, соответственно, их останки, которые очень хорошо известны, очень их громадное количество находится, они служат для стратеграфии, для определения возраста определенных геологических пород. И трилобиты известны как из кембрия, так и из его, соответственно, последующего периода геологической эры Земли. То есть, можно их назвать таким вот хозяевами кембрийских морей? То есть, их было довольно много. До определенного периода, естественно, да. И они, кстати говоря, дали, по всей вероятности, ветвь своего дальнейшего развития, потому что трилобиты – это предки, или, может быть, какая-то там одна из ветвей, приведшая к формированию современных членистоногих животных, непосредственно артропод. Их часто рассматривают даже в курсах зоологии, как представители примитивных членистоногих животных, которые близки отчасти и к ракообразным. Потому что у них, соответственно, их конечности имеют многофункциональное значение, используются и для хождения, и для дыхания, и, соответственно, для обработки пищи. То есть, они именно членистоногие. То есть, они состоят из члеников, и их, в общем-то, они отвечают всем признакам, как раз, которые относят их как к артроподам. То есть, кембрии уже появились примитивные членистоногие. Да. И не только примитивные членистоногие, но, как показали дальнейшие исследования кембрийских морей, в этот период формируются и, как мы уже говорили, появляются и моллюски, появляются и, соответственно, черви, появляются и предки, в том числе, кольчатых червей, появляются предки, кстати говоря, и в торично-ротах организмов. То есть, кембрийский взрыв положил основу для дальнейшего разнообразия форм. Каждая пошла своим эмуляционным путем и привела в дальнейшем к появлению современного многообразия животных. То есть, фактически, все разнообразие животных было заложено именно в кембрийский период. Ну, в кембрийский время. В некие предпосылки этого разнообразия. Ну, если мы будем дальше говорить о кембрийской фауне, то таким уникальным местонахождением кембрийской фауны считают так называемые среднекембрийские сланцы Бьоджес, открытые в 1912 году. В канадских скалистых горах. Но нужно сказать, что, в общем-то, чем уникально это местонахождение кембрийской фауны, а тем, что, в первую очередь, там находится довольно большое количество мягкотелых животных. Да, и вообще надо сказать, что сами останки сланцев Бьоджес, они немножко отличаются от классической кембрийской фауны, тем, что там достаточно большое количество уникальных животных, которые не похожи, по нашим представлениям, на современно существующих. Но вот на этой прекрасной иллюстрации, выполненной, опять-таки, Сибиком, мы видим реконструкцию экосистемы, которая относится к сланцам Бьоджес. И, наверное, ассоциации, как из фантастического фильма, удивительные существа, которые абсолютно не похожи на ныне существующих, и которые, соответственно, только отдаленно напоминают какие-то ныне существующие систематические группы. Давайте о них поговорим подробнее. Давайте посмотрим на отдельных представителей, которых мы изобразили на отдельных слайдах. Наверху изображен, наверное, самый большой и самый крупный представитель из сланцев Бьоджес, который получил название аномалокарис. Животное уникальное, потому что, как потом выяснилось, находились его остатки из других горных пород, из других мест, не только из Бьоджеса, но только в Бьоджеса удалось найти его полный отпечаток, полные его останки. И очень долгое время, как выяснилось, отдельные части аномалокариса ассоциировались с совершенно разными другими животными. Ну, например, ротовой диск, который мы видим на переднем конце тела этого животного, долгое время учеными относился к остаткам каких-то медуз. А передние щупальца долгое время считали, что это хвостовые отделы каких-то древних креветок. И только в результате открытия Бьоджесских сланцев удалось собрать вместе и реконструировать полностью внешний облик вот этого достаточно интересного существа, который, в общем-то, систематическое положение, которое до сих пор точно не ясно, потому что он за счет своего строения не может быть отнесен к членистоногим. И в настоящее время считается, что, возможно, он относится к каким-то примитивным членистоногим, но, скорее всего, это сходство всего лишь поверхностное. И мы имеем дело с какой-то уникальной группой животных, которой еще предстоит найти свое место в систематической и в эволюционной древе современных животных. А внизу представлен еще один крупный хищник из сланцев бежев, который охотится на примитивное ракообразное. Ну, в данном случае тоже представлены довольно странные животные, такие древние животные, имеющие довольно странный вид. И найдены на них, исследуя бургерские глинистые сланцы, Волькот установил в них около 70 родов и 130 видов различных животных. Вот одни из них представлены здесь. Многим из них он присвоил названия, взятых из местных наличий североамериканских индейцев. Например, виваксия означает ветрение, очень подходящее определение для этой местности. А адарая происходит от слова адарая, что означает конусообразный. Сами животные оказались, в общем-то, не менее странными, чем их названия. Но некоторых из них еще можно отнести к какой-либо современной группе животных, однако большинство из них не имеют ничего общего ни с каким другим известным нам существом, вымершим или ныне живущим. Ну, например, апобиния имеет пять глаз. Вот, смотрите, она представлена как раз внизу слайда. Четыре из них на стебельках и длинные гибкие рыльцы, к коим она, по всей видимости, высасывала из морского дна Детрит. Рыльца апобиния раздывается и был увенчан странным отростком. Может быть, она использовала его как своего рода клешню для захватывания пищи, или отростки просто заталкивали пищу обратно в рот, когда она их оттуда вываливалась, в общем, можно так сказать. Но некоторые животные, в общем-то, обладали чертами, свойственны сразу нескольким типам современным животным. Ну, значит, одна из очень интересных животных, которые изображены наверху, это, и получивши такое очень своеобразное название, глюцигения, мы видим такое своеобразное вытянутое тело на большом количестве таких вот ножек. Аналогов такого животного на сегодняшний день вообще не существует. Единственная ассоциация, которая появляется у современных исследователей, это лобоподы или, значит, анихофоры, предки современных кольчатых червей, которые также очень имеют удлиненное тело и передвигаются на небольших таких выростах, находящихся на нижней поверхности тела. Но в глюцигении мы видим, что выросты существуют и как внизу тела, так и наверху. Поэтому это животное до сегодняшнего дня, опять-таки, тоже не нашло своего места в современной классификации. И последнее бы представлено здесь, в ведущей последовательности сидячий образ жизни, достаточно интересная виваксия, которая представляет из себя такие своеобразные полукруглые образования с торчащими из них шипами. На сегодняшний момент тоже абсолютно непонятно, к какой группе животных это относится. Возможно, это какие-то сидячие ракообразные или сидячие членостоногие, но какой-либо другой более подробной информации об этой группе животных на сегодняшний день нет. Но, глядя на этих животных, относительно к кембридской фауне, в первую очередь, возникает такая аналогия, что эти животные являются результатом эксперимента. То есть они, в общем-то, довольно странные на вид, их образ жизни, ну, в общем-то, иногда даже, иногда они составляют трудности увидеть в зависимости от того, какой это животное, иногда, в общем-то, он просто даже непонятен. Да, совершенно верно. Вот, для чего нужны непонятные образования в виде шипов, например, да, у многих, допустим, здесь представленных животных, но, допустим, вот слева, да, то есть что она с ними делала. Но, тем не менее, в общем-то, видимо, из такого разнообразия животных, которые были представлены к кембридской фауне, природа отбирала наиболее, вот... Ну, скажем, наиболее успешные, которые в конечном счете дали какие-то долги на дальнейшие рывки своего развития и привели до долги каких-то потомков, сохранившихся до сегодняшнего. Но, тем не менее, вот создается такое впечатление чего-то эксперимента. Ну, мы об этом можем только спекулировать, то есть, скажем так, фантазировать. Ничего конкретного мы сказать по этому поводу не можем. И, единственное, можем удивляться вот тем самым разнообразием животных из сланцев, которые были найдены в начале 20-го века, соответственно, в сланцах Канады. Надо сказать, что изучение фауны кембрийского периода также дало, скажем, повод порассуждать еще над одной очень такой глобальной экологической проблемой. Дело в том, что увеличение относительной массы и размеров животных кембрийского периода, оно дало толчок, скажем, и к использованию этого ресурса. То есть, дело в том, что именно во времена кембрия начинают появляться, скажем, верхние этажи экологической пирамиды. То есть, начинаются появляться крупные хищники, которые занимают главенствующее положение в экосистеме и, соответственно, занимают верхний этап этой лестницы. И они действительно настоящие хищники, настоящие охотники. Аналоги, допустим, современных крупных кошек или, соответственно, собачьих. То есть, именно те животные, которые являются, скажем таки, контролерами для всей экосистемы. И они могут появиться только в том случае, если экосистема достаточно развита и, соответственно, появляется возможность добычи кого-то, соответственно, какой-то охоты на животных определенной размерной категории. Ну вот и как раз в кембрийский период начинается как раз конкуренция между различными группами, которые хотят быть хищниками, основными хищниками в это время. Совершенно верно. Мы поговорим о вот этой вот конкуренции в морях, древних морях, начиная с Кембрия и заканчивая, точнее, даже не с Кембрия, наверное, с Силура и заканчивая Кайнозоя. Мы поговорим немножко позже. А сейчас остается только констатировать о том, что в кембрийских морях первую битву за вот такое главенство в экосистеме сначала победили членистоногие. И именно членистоногие сначала заняли вот это вот главенствующее положение. И именно из них выделились наиболее крупные хищники. Кстати говоря, некоторые виды трилобитов, как мы уже говорили, это одни из примитивных членистоногих, занимали некогда эту нишу. И среди них были крупные охотники, которые добывали более мелких животных. И наиболее крупным хищником кембрийского периода как раз и является вот тот самый аномалокарис, о котором мы говорили, который был достаточно крупных размеров и был грозой кембрийских морей. В частности, там, где происходило отложение биржийских сланцев, он был таким своеобразным тигром, или там, не знаю, пантерой или волком, который наводил ужас на всех жителей тогдашнего кембрийского моря. То есть это не сады идиакары. Да, это уже не сады идиакары. И это стало возможным благодаря тому, что в Кембрии, как мы уже с вами много раз говорили, появилось сразу целое количество ароморфозов, крупнейших ароморфозов, которые привели к возникновению современных, в том числе животных, и в частности появляются животные, обладающие челюстями. Соответственно, именно обладание челюстями позволяет животным не получать пищу за счет инфильтрации через внешние покровы, а захватывать ее, скажем, крупными какими-то порциями, крупными кусками, и таким образом значительно в большей степени увеличить скорость обработки органики и, соответственно, таким образом увеличить скорость вот того самого биогеохимического круговорота, который свойственен для всех экосистем. И отсюда можно сделать вывод, что кембрийская, скажем так, эффективность кембрийской экосистемы и ее, скажем, даже не эффективность, а скорость прохождения органики и энергии в кембрийской экосистеме значительно более высокое, чем, допустим, в экосистемах скрытых веков до кембрийского периода. Ну, наверное, здесь нужно сказать, что действительно основными хищниками были в чренистоноге в Кембрии. Но нужно сказать, что вскоре вперед вырвались моллюски. То есть, если мы будем говорить о дальнейшем, собственно говоря... Да, но это уже произошло несколько позже. Это уже произошло в Силури. Потом, соответственно, вырвались вперед моллюски. Ну, нужно сказать, что они появились где-то в конце кембрия, то есть различные представители колоногих, а потом, собственно говоря, развившись, одержали верх над, собственно говоря, нашими чренистоногими. Да, но потом чренистоногие взяли реванш, но эта война в морях продолжилась. Ну, вернемся к Кембрию. И еще раз хочу сказать о том, что вот слайд, который мы сейчас видим, это демонстрирует, что в Кембрии появились и самые, скажем, высшие животные, у которых уже есть не наружный скелет, а внутренний. И именно в Кембрии появляются хордовые животные. И мы здесь видим двух представителей, точнее, реконструкцию двух представителей хордовых животных, которые как раз известны из кембрийских отложений. Они очень напоминают по своему внешнему строению ланцетника. Мы видим также сегментированную мускулатуру. Внутри располагается хорда. Естественно, мы можем только поверхностно судить о внутреннем строении этих животных, и точно говорить о нем не можем, потому что, соответственно, они известны только из отпечатков. Но даже по каким-то внешним проявлениям можно сказать, что они обладают всеми признаками, которые свойственны всем современным хордам животных. И даже, видите, верхнее существо изображенное, оно даже имеет хвостовой плавник, отчасти напоминающий хвостовой плавник современного ланцетника. А нижнее животное, соответственно, обладает уже и целым рядом других особенностей, характерных для эволюции хордовых животных. У него появляются и органы зрения, и появляется ротовое отверстие, которое характерно для круглоротых. И, в общем-то, мы видим на лицо такую прогрессивную эволюцию в кембрии, и в том числе вот этой самой продвинутой группы хордовых животных. Таким образом, если подытожить, можно сказать, что в кембрии скелетная эволюция затронула не только, скажем, животных, которые обладают внешними покровами, которым, как мы говорили, может быть и одноклеточные формы, такие как фроминифи и радиолярии, могут быть, соответственно, многоклеточные и достаточно крупные формы, но беспозвоночные. Это и членистоногие, это и моллюски, это и другие представители животного мира. И в том числе появляются в кембрии и первые хордовые, которые в дальнейшем, соответственно, за счет своей активной эволюции и принципиально новых способов эволюционных изменений, которые дают им наличие внутреннего скелета, достигают достаточно большого развития. И в результате все-таки именно они, произошедшие в кембрии, становятся те самые вершины эволюции и занимают высшие позиции в экологических пирамидах. Мне хотелось бы еще дополнить тем фактом, мы поговорили с вами о разнообразии кембрийских животных, о том, что в кембрии, в действительности, если мы будем говорить о появлении таких вот животных, в кембрии это произошло не случайно. И по ряду исследователей склоняется к тому, что в кембрии в действительности произошло лишь увеличение размеров уже существующих на тот момент планктонных организмов, которые по этой причине выпали в осадок, то есть перешли к бентусному образу жизни. Выпали в осадок, это такое образное выражение. Можно так сказать, да, потому что они одели скелеты и перешли к бентусному образу жизни, чтобы вот у телезрителей не осталось впечатления, что после, допустим, идиокарской фауны ничего не осталось. Да, естественно. И просто в начале кембрия сразу возникли какое-то огромное количество различных животных, которые отличаются между собой как по особенностям внешнего строения, относящиеся к совершенно различным группам и так далее. Тут надо сказать, что естественно, что мы прежде всего знаем кембрийскую фауну благодаря тому, что у нее имеется скелет. А именно скелет позволяет, соответственно, формироваться именно тем отпечаткам, именно тем окаменелостям, которые мы уже можем исследовать, и которые в наибольшей степени сохраняются в геологической летописи, в палеонтологической летописи. Именно скелетные формы в наибольшей степени, твердые скелетные формы в наибольшей степени могут быть подвержены так называемому псевдоморфозу, то есть замещению живых тканей неживыми, то есть неорганикой, и, соответственно, формированию вот тех самых окаменелостей, которые способны долгие годы, долгие миллионы лет сохраняться в осадочных породах. В то время как, естественно, что мягкотелые организмы только в редких случаях сохраняются до наших дней в осадочных породах. И поэтому, естественно, докембрийская фауна наверняка существовала, но только какие-то отдельные астракеты и фауны удается вычленить, они каким-то образом остаются в палеонтологической летописи, а большую часть мы можем только реконструировать, зная общие законы функционирования экологических систем и, соответственно, геохимические процессы, которые происходили на нашей планете. Естественно, что к кембрийскому взрыву предшествовала достаточно большая, обильная планктонная фауна, которая и обеспечила возможности появления вот этого самого кембрийского взрыва. И вполне возможно, действительно, что все группы животных существовали и ранее, но их осадки, точнее, их останки стали возможны к сохранению только после наличия появления вот этого скелета. А диакарская фауна сохранилась вследствие довольно специфического образа жизни. Специфического образа жизни и, наверное, посвященных специфических каких-то условий, которые дали возможность ей сохраниться, каких-то особых способов отложения. Но, к сожалению, время нашей передачи стекло, а мы хотели бы с вами попрощаться. Всего вам доброго, до свидания.